Девушки отдыхают Что если я представляю самолет Boeing 737 NG New Generation или Next Generation Следующее поколение Кто-то переучивался Да, я сейчас Работаю на этом самолет Начинаешь им объяснять Что самолет следующего поколения Отличается от предыдущих тем Что пошли по пути Унификации кабин Практически аналогичная кабина Самолет Boeing 777 747-400 С изменениями Смысл 6 жидкокристаллических многофункциональных дисплеев На которых поводится полностью вся информация О полете О данных систем Давление масла Работа двигателя Для чего это сделать Для того, чтобы облегчить работу экипажа Который состоит из двух человек всего Командир, второй пилот Больше никого нету Поэтому максимально все приближено Не приближено, а задействовано Автоматизировано То есть самолет в принципе может летать Как в ручном режиме Так и в полностью автоматическом Достаточно после взлета нажать одну кнопку Автопилот И самолет полетит в позапрограммированной ему программе То есть он взлетит Если не будет каких-то изменений от диспетчеров Забитый маршрут он наберет высоту Займет свой эшелон Далее мы подойдем к точке снижения Которую опять же можно запрограммировать И потом только подключив некоторые режимы Там две-три кнопки нажав Он абсолютно автоматически выполнит Самостоятельную посадку То есть уровень автоматизации таков Что ничего делать не нужно А нужно только контролировать Ну фактически В то же время абсолютно все можно делать руками Вся как бы оверхед панель Овер над хед голова То есть над головой Она служит для систем самолета То есть нету инженеров Нету штурманов Никого нету И портмеханика И ничего Поэтому все максимально автоматизировано Упрощено и выделено Обратив внимание Что вся панель темно-серого цвета Есть некоторые панели Светло-серого цвета Для чего сделано Эти панели Это панели систем самолета И так же они сделаны Именно свет Цвет трубы Светло-серый Для того чтобы В случае задымления кабины Кстати При одевании кислородной маски Которая С стеклом и всем остальным В темное время суток Допустим Или вообще Различать Тон Светлый-серый Светлые панели Это система самолета Топливная система Всего лишь Шесть выключателей Шесть насосов Топливных Просто Сначала программируем самолет Входим в меню компьютера Самолет Оборудован Flight Manager Системой В которой входит Два компьютера Управляющих Flight Manager Компьютер ФМС Так называемый Компьютер Программируется Через CDU Компьютер Display Unit Вводное устройство Сейчас мы находимся В Шереметьево Забиваем данные Шереметьево Четырехбуквенным кодом Но мало Для компьютера Самого кода Ему еще необходимо Знать широту и долготу Где он находится Вносим Также Широту и долготу Самолет В компьютер Он ее запомнил И опознал Естественно Место самолета Далее Переходим Управляем Вернее Вводим данные По Тому Откуда мы Собираемся лететь И куда мы Собираемся лететь Нарисовалось На компьютеру У Е И Е Шереметьево Компьютер Спрашивает Вы согласны Активируем Согласны Аэропорт вылета Шереметьево Подтверждайте Подтверждаю С какой полосы Будем взлетать С 25 Правой полосы Активируем Схему выхода Предпочитайте Браво Папа 25 Оск Подтверждайте Подтверждайте Компьютер Нарисовал Маршрут То же самое При подлете К аэропорту Назначения Опять же Выбираем Аэропорт Назначения Куда прибыли На какую полосу Будем садиться Ну мы В Шереметьево Будем лететь Опять же Выбираем Схему захода Браво Папа 25 Чарли Компьютер Рисует Какую-то Схему захода Данный этап Нас не устраивает Входим Актив Рут Лекс То есть Активные участки Маршрута И говорим Что сейчас Нас это не устраивает Мы хотим Полетать По другой схеме Выбираем Какую-то точку На маршруте Опять же Перепрограммируем Перепрограммируем Машину Вводим Маршрут Рисует Так Как нам нужно было Самолет нарисовал Вернее Компьютер нарисовал На этом Заканчивается Часть маршрута Далее Приступаем К программированию Весовых данных Самолета Вбиваем Пустой вес Самолета С топливом Общая заправка Какая топлива Потребный эшелон Полета Какой необходим Нам И данные По ветру По температуре Которые необходимы Компьютеру Для расчета Скоростей полета И режимов Те которые Понадобятся Вся Вот эта процедура Занимает В принципе В реальной жизни Ну порядка 15-10-15 минут Не более Программирование машины Этипаж приступает К общей подготовке То есть кабины Проверяется Вся кабина На правильность показаний На правильность положения Регуляторов Выключателей И так далее И так далее Для этого Зачитывается Прифлайт чеклист То есть Предполетный чеклист Второй пилот Зачитывает чеклист Проверяет Или командир Ну опять же Это обусловлено СОП так называемый Стендард Оперешен Просиджи Которые Компания Разрабатывается Описывается Кто за что отвечает Есть у каждого Свои зоны ответственности И правильность Я помню языки Только на английском Потому что все написано На английском языке Поэтому если написано Флэпс То не нужно говорить Закрытки Если написано Спидбрейк То есть Спид, скорость Брейк Тормоза Спидбрейк Курс 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 Хейдинг Хейдинг Потому что я схожу Ростем Поставь мне курс 275 Ростем Начинает мне ставить Курс 275 А я имел ввиду Направление Хейдинг То есть самолета Когда мы в воздухе Недопонимание Недопонимание Не может быть Поэтому То что написано То и произносится Причем Так как летают двое То Друг друга Обязательно должны контролировать Кроссчек Так сказать Взаимный Команда Командирам дается Сет спид Второй пилот Или тот Который не пилотируется Берется за ручку И говорит Сет спид 150 Он говорит Спид 150 Ставит ее И говорит Сет Показывает Тот который Не пилотирует Глянул Бросил Отображение Взгляд В смысле бросил Посмотрел Сказал чек То есть подтвердил Вот это есть Перекрестный контроль Не допускается То есть Понятное дело Что когда летают Постоянно Постоянно Эти чек-листы Они выучатся наизусть Не допускается Такого Что формальное чтение Почему Потому что Сел Голову в колени Занимается Листает какие-то документы Сам читает чек-лист Второй Который На чек-лист Отвечает А сам не смотрит Есть позиция Я в дампер То есть демпфер Руля направления Я в дампер Сказал один Он Второй не посмотрел И упустили Почему нужно читать Потому что Вопросы контролируют Друг друга После выполнения Всех процедур Когда мы получили Разрешение Диспетчера На запуск двигателя Устанавливается Связь С техником Наружным Который стоит Он контролирует Чтобы Зона запуска Двигателя Была свободна Проконтролирует Проконтролирует Отбор воздуха От APU Взят То есть Когда работает APU То есть Можно запускать В принципе Как от Помогательной силовой Станки Так от Наземного Усточника Но мы берем Нормальные условия Проконтролировали Положение Переключателя Определенный Алгоритм Готов Готов Командир Start engine Number 2 Number 2 Да Number 2 Поворачиваем Выключатель И контролирует Второй пилот Запуск Обороты растут Он говорит Enter rotation При достижении Оборотов 22-25% Озвучивается 25% Fuel flow Подается топливо Начинает расти Температура Двигателей И Также Продолжает Расти Обороты И появляются Обороты N1 То есть Ротора Высокого давления Свободных Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров